студия миллера 90 films представляет всем привет друзья с вами канал и сегодня я вам да вам ладно людям с достатком ниже среднего то бишь кто не получает даже 30 ника она короче если серьезно я вам сейчас объясню как бриться просто бриться как это делать без пен так вот данный гайд подойдет людям у которых не особо чувствительная кожа лица ну или средние показатели да те кто обладатели чувствительной кожи вам конечно надо будет пользоваться пеной и всякими средствами способствующими бретению и после бретения ну а тот кто похож на меня на для тех это видео я покажу как можно экономить на пене или вообще начисто выбросить ее из своего бретейного рациона я считаю что эти все пены гели и прочее это вообще какой-то хитрый маркетинговый ход чья-то хитрая задумка как можно побольше средств с населения получить так как у нас два повода один может не бриться другой другому как бы надо брить свой лицо девушки там понятно ноги там эпиляция но в основном расход пена мне кажется идет на мужчине а тут способ который подойдет наверное для 60 или 70 процентов населения всего земного шара как можно избежать это использование пены для вашему вниманию пошаговую инструкцию и первый пункт даже не первая как бы эпилог самое начальное ваше действие первую очередь конечно определить чтительно у вас кожи или нет как это делаю я как это ты время значит вам надо бы взять станок о нем я еще поговорю скажу и какой-нибудь небольшой час так например вот тут с бакенбар да и попробовать его побрить но совершенно на сухую да если у вас именно такого образца станок можно не париться там прям брить-брить и если у вас проявится покраснение или там вы что-то освежите там крова и кровоточащие ранки образуется или там покраснение повторяюсь то у вас скорее всего чувствительная кожа вам данный способ не подойдет вы не смотрите это дело у кого особо ничего не поменялось не изменилось те могут смотреть способ как выходить без пик так значит условно нулевой пункт выполнили то есть мы определили примерно тип своей кожи лица и после этого вот как раньше скажу просто на значит берем станок подготавливаем станок нужен именно джилет и какая-нибудь там староцовская бритва там не опасно бритва ни в коем случае а джилет я не знаю давно упаковка утеряна что это конкретно за джилет такой станок но это такой более-менее современные то есть такого плана картриджами до этого картриджи продавались немножко другие но они имеют полоску тут лет число лезвие где-то не менее 46 они такие небольшие лезвия в общем самое главное не использовать не использовать станок и лезвие дешевые такие по 25 рублей вот все вместе когда стоит там станок и лезвие наборчик такой они обычно даже не раздельные такие вот их в моем прямом способе использовать категорически нельзя потому что при данном способе позволяет побриться без применения пены только такого типа станки это джилет такие относительно нового я не знаю это нужно в интернете посмотреть вот показываю сам станок если не первой свежести но шо ж поделаешь канал то ёкал теперь пункт 2 вот мы разобрались и станком второй пункт нам что нас требуется нужно обильно смочить водой все все эти места которые мы планируем брить я буду выбривать спаньолку попытаюсь не это делаю периодически все лицо побрею там большую часть разница особо никакой нужно все обильно смочить водой сейчас это буду посмотрите сами посмотрите сами кому какая подойдет теплая холодная но я в основном такое это делаю обычно двумя руками но тут двумя руками не получится снимаю потому что сам себя делаю сорт видео очень обильно сделать потому что пока влечься может быстро что это было сорт смочили дальше что это не все пункт 3 просто так конечно можно попытаться это прям для хард хард таких любителей харда короче людей всего тяжелого можно пообриться и просто когда смочил но не советую третий пункт берем мыло но конечно не хозяйственное это например даже мыло для рук такое мыло это дафна вроде да берем мыло и обрабатывая то что нас мочили уже мыло намыливаем вообще в идеале вверхе такое причине все дело 1 и наносите мыло намыливаете бороду слой бородине бородине намыливаем бороду все что мы очень сбривай намыливаем кстати кроме мыло можно использовать гель для душа гель которым вы мыете свое тело вы только не путайте с шампунем используем гель вот мы нанесли мыльце вот и после этого можно начать брить почему я говорил именно про станок джилет потому что им можно это делать прямо дерзко все это мы делаем дерзко но не бреем все за один раз небольшими участками очень хорошо промывая промывая вот она была не первой свежести и забитая я хорошо такие резкие движения нажимаю но конструкторы фирмы джилет не зря так конструировали то есть все шло на пути эволюции вот таким вот макаром значит бреемся но побрелись смываем это все дело тоже обильно я вам покажу уже итог ну ладно хорошо ванной понадобится только после моего гайда у меня даже дефекты кожи небольшие джилет их по идее даже не травмирует я передумал снимать вам уже результат потому что некоторые мне кажется могли бы сказать что ты там нанес пену это все все это подстроил половину побрил а остальную просто добрил вот на ваших глазах я от начала и практически до конца оставив только такую так называемую испанил я побрился но сейчас конечно надо будет смыть и поэтому отключить на процентов я так думаю процентов так сказать на 70 или на 60 я вам заснял и так вот друзья последние пункты пятый ну шестой будет или не будет вот так что пятый пункт побрились моим способом и снова нужно обильно все это дело смочить в общем промыть можно даже с мылом и уже можно холодненькой водичкой тогда у вас если что-то и может начаться там какое-то раздражение то она будет минимальным в общем или вообще не будет вот так вот и еще вот наверное шестой пункт все это высшее перечисленное и вам показано все вышеперечисленное вам давалось только в качестве совета то есть кто решит в домашних условиях все это повторить вы делаете на свой страх и риск предупреждаю вас что принесла в падении чувствительности кожи при использовании других каких-то средств бритья и в третьих каких-то случаях которые не оговорены автором то бишь мной то есть я предупреждаю вас о возможном нанесении вреда так что это все на ваш страх и риск чао